Для омовения, да, то есть тахарат хара называется, тахарат это вообще чистота называется, поэтому комната чистоты, если подтаскивать правильно переводить. Омовение – обязательная процедура перед многими обрядами поклонения Аллаху. Так мусульмане показывают свою ритуальную чистоту. Многие обращаются к молитвам при проблемах со здоровьем, поэтому для всех пациентов, посетителей и сотрудников лечебного корпуса номер 2 Нижнекамской многопрофильной больницы открываются молильные комнаты. Идея, то есть, о том, что здесь в лечебнице или в этом корпусе должна быть такая молильная комната, она уже была давно и в свое время, когда Армир Хамдович еще работал заместителем, то есть, да, по его инициативе еще тогда, 13 лет назад, да, то есть мы открыли уже в старом корпусе такую комнату. И действительно, мы за это время реально ощутили именно поток тех пациентов, которые, значит, будучи хоть в таком более-менее здоровом состоянии, чтобы они спускались вниз и могли молиться, читать молитвы, читать намаз. Эта молильная комната, как и предыдущая, получила название «Шифа» – «Исцеление». Рядом расположился храм святого великомученика и целителя Пантелеимона. В несколько раз больше того, что находится в старом корпусе. Он открыт для посещения 6 дней в неделю. В будни с 9 утра до 4 вечера. В субботу литургия начинается в 7 утра. Здесь же можно подать записки о здравии или упокоении. Мы приходим, люди просят, давайте вместе помолимся. Кто-то вообще не знает, вот как. Бывает особенно, что люди… Болезни же мы, да, у нас когда скорби, мы приходим. Вот. И приходят и говорят, ну помогите. Вот мы читаем с ними и канун заболящего, и акафисты читаем, и такие кануны читаем. Вот в салтире. То есть стараемся всем помочь. Всем помочь, кто у нас просит, какую помощь мы оказываем. Всегда у нас святая вода, всегда у нас просфоры, потому что болящие приходят. У нас всегда и вода малого освещения, то есть с акафистов, с молебнов и крещенскую воду. Мы всем раздаем. Также в ближайшее время запланировано торжественное открытие молельных комнат. Анжелика Степанова, Марсель Джураев, Новости НТР.